Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Мастер Чу, сегодня не какое-то познавательное видео, сегодня скорее разговорный подкаст на тему того, каким образом ознаменовалось у нас 7 февраля на твиче в разделе линейки. Произошли небольшие изменения и это не разговоры на тему того, что всех фришников забанили, нет, это скорее разговоры на тему того, что появились новые старые стримеры, которые вернулись и которые взорвали немножечко раздел. Как все это выглядело и какие мысли у Мастера Чу на этот счет вы сможете узнать в этом ролике, пока что не забывайте подписаться, поставить лайк, ну и приятного просмотра. Итак, что же такого необычного произошло 7 февраля на твиче? Как вы видите, я не стримил, причин того, что вчера я не стримил было достаточно много, первая причина это то, что мои стримы почему-то не появляются в разделе линейки и в каком бы то ни было разделе, то есть я стримлю, меня подписчики видят, но к сожалению нет у меня в разделе. Я сейчас борюсь с твичом, написал в саппорт, написал в саппорт в твиттере, пытаюсь на них как-то дозвониться, довоеваться, чтобы они решили эту проблему, даже подал на компаньонку, вдруг может быть это хоть как-то пофиксит мой аккаунт в твиче, я не знаю. Но второе самое главное событие это то, что вернулись на твич такие люди как Саферон, точнее не вернулись, а в раздел линейки залетели, это Саферон, это Мэдисон, это кто у нас еще там был кроме Мэдисона, Шина Рен и еще один малютка Сатир Тирс. Итак, эти самые 4 человека сейчас представляют из себя пачку, пачку которая ворвалась с достаточно большими вливаниями денежных средств на новый старый сервер Кримсон. Напоминаю, что открывались 2 сервера одновременно, во второй волне открытия серверов это Скарлетт и Кримсон, и скорее всего это было необходимо для того, чтобы запушить как-то аудиторию на Кримсоне. Что вообще стало происходить в момент, когда эти ребята начали? Стандартно самая большая аудитория была у Мэдисона, ну конечно же старичок, конечно же та самая легендарная фигура, во-первых, что в линейке, у меня до сих пор на донатах стоит крики Хованского, Илья, 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 когда Мэдисон развел показательно Мэдисона на пушку, и тот просто-напросто скидывал, подбирал, скидывал, подбирал пушку, ну и собственно эта пушка ушла Мэдисону, и он ушел в релок. Очень легендарная фигура, и как оказалось, эта легендарная фигура, мало того, что действительно сам задротит в линейку, он еще и наблюдает за всем разделом линейки, то есть он в курсе, кто такой Вайт, кто такой Чук, кто такой Максим Заря, вот про всех абсолютно он смотрит, следит, и это достаточно приятно на самом деле. Давайте же и мы не оставим без внимания всю эту ситуацию. У Мэдисона был очень большой онлайн, и с самого старта его начали душить мордоры. Ребят, Радси, я же знаю, что даже ты прокомментируешь этот видеоролик. Я понимаю, что вам нужно было немножко засветиться, вам нужно было немножко показать себя, показать свою игру, все вот это вот, что с этим связано. Что вы есть, что вы против вот этой игры с автобоем и все, что с этим связано. Но зачем душить человека, который только пришел в Эссенс и который, возможно, смотивирует прийти в Эссенс еще больше людей, при этом который не особо разбирается и у которого нету за спиной большой силы обороны. Я понимаю, если бы они пошли на Скарлетт, то там за них впряглись бы те же самые питоны, либо Антанта, либо еще кто-то. И там бы вряд ли вам дали заниматься такой херней. По крайней мере, я бы постарался сделать так, чтобы мы повоевали задушеньку Мэдисона. Я сам лично сидел в чате у Мэдисона, дописаться до него было невозможно, потому что у него саб, то есть только сабы могут писать в чате. И я писал ему в личное сообщение, помогал что купить, что не купить. И вот эта вот фишка, что купить, что не купить, я в очередной раз убедился, что Lineage Community процентов на 70 полностью прогнило. У 70% Community, без обид, ребят, может быть вы не такие, но у 70% Community желание кого-то кинуть, на ком-то навариться и так далее. То есть это напрямую мы с вами увидели в моменте, когда Сафирон, кто был на стриме, я не буду вставлять все вот эти картинки сейчас, да. Я оставлю просто ссылки на этих ребят в описании, заходите, смотрите их повторы. Но Сафирон, он очень много донил на Блэке и он очень много донит сейчас. Так вот, его развели на то, что продали ему топ-А рапиру за 8 коробок. То есть, грубо говоря, за 8 тысяч рублей. Но при этом, при всем, оказалось, что рапира, которую мы продали, мало того, что не стоит своих 8 коробок, так она еще и не топ-А. Это обычная мид-пушка, которая, ну, не особо-то и крутая, она не особо кому интересна. Я вообще не понимаю, какой умный человек начал эту самую медовую рапиру точить на 5. Зачем она вообще нужна? Ситуация продолжилась у него, когда он купил за 20 коробок верх-низ плюс 5. По-моему, он не льда купил, он купил верх-низ молнии. Но при этом, при всем, это все равно оверпрайс. Это жесткий оверпрайс. Такого быть просто не должно. И просто-напросто ребятки схватились за него, как за большой кошелек и начали его теребонить. Такого быть не должно. Чуть более умно поступил тот же самый Мэдисон. Потому что он прохаванный. Потому что он понимает, что во всей этой ситуации найдутся вот эти самые люди, которые будут стараться наживиться на них. У Мэдисона был онлайн где-то 5,5-6 тысяч в то время, когда он стримил линейку. После этого он сделал Сафирону рехвост. И у Сафирона сидело где-то человек 600-700. И как раз таки Мэдисону не давали, к примеру, вообще качаться. То есть, ребят из Мордора, зачем вы это делали? Объясните. Ну, убили вы раз, два, три. Ну, показали вы, что вы тут такие и есть. На этом все. Даже тот же самый малютка из МТТ мертвый. Он просто-напросто не стал заниматься этой херней. Он бегал дальше, показывал где какие вары, где какой бигвар и так далее. То есть, получается, что с этой позиции он к олдовым стримерам отнесся гораздо уважительнее, чем вы. Потому что, ну, это в первую очередь не уважение. Нет, чтобы подсказать, рассказать что-то, помочь. Вы выступили с позиции убить, убить, убить. А еще очень многие выступили с позиции наживиться. Как по мне, это некрасиво и абсолютно беспонтово. Это же можно сказать и по поводу чатика. Тот же самый чатик, если у Мэдисона только сабы, там нормально. Там ребята вообще в чате общаются о чем-то о своем. Кто куда в кино сходил, кто что сделал, у них там своя движуха. В чате у Сафирона все люди радовались, когда Сафирон тратил бесчисленные суммы денег не на то. И лишь единицы пытались ему помочь и действительно объяснить, что так-то, так-то, Сафирон, это не стоит этих денег, ты переплачиваешь Сафирону. Сафирон в это время выбрал позицию того человека, который такой, окей, мне насрать, я переплачу там 2-3 коробки, но мне фиолетово, я получу то, что надо. Может быть, позиция и правильная, но это была бы позиция правильная, если бы он переплачивал деньги за действительно необходимые айтемы. Но в итоге оказалось так, что он переплачивал деньги вообще за ни за что. Люди в чате бесновались, радовались чужому горю, но вот оно все, собственно, комьюнити, большинство комьюнити линейки, к сожалению, такое и есть. Дальше. Ночью подрубился снова тот же самый Мэдисон, когда Сафирон уже вырубился, когда все уже вырубились, и начал заниматься скупкой продажей. И вы представите, ни одна душа, ни одна гребаная душа, а вы же все специалисты в линейке, но ни одна душа не собралась помогать ему говорить, что нужно покупать, что не нужно покупать, объяснять все вот эти нюансы и изменения в игре. Мне стало от этого абсолютно, ну, не по себе. Я почему-то, при том, что я мог спать и выспаться перед сегодняшними стримами, сидел и помогал этому человеку. По крайней мере, та информация, которая у меня была в голове, я старался ее донести. И я не понимаю этого. По поводу девочки, которая стримит вместе с ними в пачке, это Шина Лиен, если я ничего неправильно говорю. Это порно-актриса, которая достаточно популярна на порнхабе, живет то ли в Латвии, то ли в Литве, где-то там, неважно. Она тоже начала стримить, и после того, как закончил свой стрим Сатир, он дальше рехоснул эту самую девочку, ну, потому что они играют паком. У девочки тоже онлайн возрос, и здесь тоже очень интересная вещь. Ребят, вы, когда рассказываете о своей работе кому-нибудь, вы гордитесь, радуетесь работой? Я думаю, что да. Потому что вы на ней работаете, потому что вы зарабатываете с этого деньги. При этом, при всем, в чате упорно-актрисы начали сидеть ребята, которые просто-напросто начали ее хейтить и начали ее давить. Здесь у тебя свет неправильно настроен, здесь у тебя еще что-то неправильно настроено. Ребят, здесь фраза должна работать точно такая же, как и с мастером Чу. Я мастер Чу, дрочу, как хочу. Вот эта девочка абсолютно то же самое. Она живет своей жизнью, она занимается тем, чем она хочет. И поверьте, она зарабатывает денег, наверное, в пять раз больше, чем те самые челики, которые хейтят ее по поводу света и камер в чате. Единственный, кто в чате этой девочке помогал, был Буч. Он действительно сидел и помогал, говорил, объяснял, что нужно купить, что не нужно купить, какой сет поможет, что будет лучше с регеном маны там и так далее. Бучу за это отдельное спасибо. Я даже залетел в чат. Я задал ровно два вопроса относительно ее порнокарьеры. Первый вопрос это, зачем на Порнхабе все вот эти вот названия, да, пишутся очень странными, там, укусила или там, села на голову своему брату. Вот я спросил, это вы сами пишете названия или это модерация Порнхаба такие названия придумывает. Оказалось, что они пишут сами по причине того, что это необходимо делать из-за поисковых запросов. Из-за того, что вот люди неадекватные, именно вот эти самые поисковые запросы пишут в Порнхаб. И боже, ребят, я понимаю, что я сейчас сижу и занимаюсь тем, что рекламлю этих самых четырех человек и рекламлю Порнхаб этой девочки, но я не могу об этом не сказать. Я полностью не понимаю всю эту аудиторию, которая сидела в чате и серьезно вот такие, вот знаешь, как неадекватные просто. Ну, вот вам дали новую девочку в разделе, так вы смотрите ее, вы помогаете ей, чтобы она развивалась, чтобы ей хотелось как-то дальше что-то снимать, что-то делать, какие-то видеостримы для вас проводить. Иначе произойдет такая ситуация, что они, бедолаги, сейчас постримят месяц, получат деньги за эту самую рекламу и просто-напросто уйдут. И раздел перестанет развиваться. Всех стримеров-пиратов их забанили. Если эти ребята постримят, а вы их будете дальше гнобить и они забьют, то в разделе останутся снова Вайт, Чу, Консул, кто там еще, Лол, Гоши и еще пару-тройку человек. На этом раздел начнет загибаться все равно рано или поздно. И новая сейчас, как бы это смешно ни звучало, делает правильный шаг. Единственный неправильный шаг, который они сделали, это то, что я считаю, они выбрали сервак Кримсон, потому что эти бедолаги на этом сервере будут действительно рвать из последних сил и купить там что-то хорошее действительно очень сложно, потому что, ну, сервак полупустой. Если у них получится сейчас действительно на этих четырех стримерах как-то поднять онлайн, флаг в руки, барабан на шею, молодцы, вы справились. Но в этой пати, кроме Мэда, кроме Сафирона, кроме девочки вот этой вот, как она, еще раз, Шина Риен, существует еще четвертый человек, бедолага вообще, сатир. До него почему-то никто никогда не доходит. Хост передается с Мэда на того же самого Сафирона. Сафирона передается на эту девочку, а до бедолаги сатира не доходит ничего. Малютка просто играет сам по себе. У него вчера держался онлайн что-то порядка 18 человек, и выше он не поднимался. Мало того, Мордоры его душили. То есть он получился в такой ситуации, когда у него и не сверхзабущенный персонаж, при этом при всем у него маленький онлайн на Твиче, его никто не хостит, его никто не пытается продвигать, и вот он воюет с ними, своим не сверхзабущенным персонажем, и без какого-либо онлайна. Это достаточно сложно. Он вообще, по моей точке зрения, он вообще бедолага. Может быть в ближайшее время что-то изменится, но я не особо в это на самом деле верю. По поводу того, шаки новые, правильно это или нет, и кто это вообще сделал и спланировал. Если это действительно придумало и новость, сделать вот так вот, что мы целую пачку сейчас отправляем, целая пачка играет у нас в новом сервере, и эта пачка будет увлекательно играть в новом сервере, и это не какие-то простые люди. Действительно, по крайней мере, Мэдисон это легендарная фигура. И онлайн поднимется или нет? Я не знаю, ваши ставки. Сейчас онлайн вырос где-то на 200-300 человек, это уже хорошо. Если так будет продолжаться, и онлайн вырастет до тех же самых 4000, как на Скарлетте, это будет просто, ну, великолепно. Тогда это будут два сверхживых сервака, и здесь уже встанет вопрос за Сильвер и за Эмеральд, что же там с теми серверами не так. Но сейчас ситуация такая. На Скарлете 4200 людей играет, на Кримсоне 2279. По крайней мере, на момент снятия ролика. И зачем я снимал вообще все это видео? Я стараюсь вас, ребят, как-то, я не знаю, привести в состояние нормального ума. Зачем гнобить Мэдисона, когда этот бедолага просто вот он сидит, играет, получает кайф и удовольствие от игры, в которую играл 15 лет назад, и который сделал для этой игры, наверное, в те времена гораздо больше, чем любой из вас. Не знаю, честно. Я понимаю, что вы новая школа, у вас новые какие-то понятия, новые какие-то образы, как нужно себя вести, как нужно себя предподносить, но я считаю, что это не работает. Нельзя так делать. Если бы вы просто бегали рядом с ним и пытались его дефать, либо просто общаться, это была бы совершенно другая картинка. Дальше. По поводу того же самого Саферона. Дело его, конечно. Дело его каким образом и как кидать деньги в иннову, но даже я, неадекватный человек, который тратит зачастую деньги в контент, и действительно, даже сделав восьмой плащ, потом идет, еще тратит 5-6-7 тысяч рублей на то, чтобы вам для контента показать, как это делается. Даже я считаю расходование этих денег немножко, ну, сумасшедшим. Но дело его. Ребят, пытаться наживиться на других, ну, конечно, я прекрасно представляю, о каком списке людей вообще идет речь. Это, наверное, огромная часть тех самых людей, которые живут в этой игре благодаря Дошираку, то есть продают АДН, продают айтемы и так далее. Можете кидаться в меня какашками, можете кидаться в меня камнями, чем угодно, но это факт. Вы пытаетесь нажиться на тех самых людях, которые пытаются для этого раздела сделать хоть что-то. По поводу девочки Шина, я считаю, что, ну, если у нее пошел вот это, пошла вот эта тема, да, порнографии на стриме, ну, пускай они общаются, пускай они рассуждают. Но уж, мне кажется, у этой девочки точно есть немножко больше понимания того, как должен быть свет выставлен, того, какие должны быть движения в кадре, того, какие, я не знаю, эмоции должны быть переданы. Если вы хотите сделать что-то лучше, если вы хотите показать, как же нужно выставить свет лучше, как нужно лежать лучше, как нужно двигаться лучше во время секса, сделайте это лучше, зайдите на портхаб, зарегистрируйте свою учетку и ебитесь вы на здоровье, как хотите. Я всегда этого не понимал, даже по отношению к своему контенту. Вы мне говорите, что я делаю контент слишком быстро, много видосов, многие, немного не в том качестве, как вам хотелось бы видеть. Я вам всегда говорю, так сделайте лучше. Почему-то до сих пор на просторах интернета, на просторах Ютуба, не такое большое количество людей, которые занимаются видосами по мобильному РПГ, по линейке в целом, которые вообще пытаются делать какой-то контент. Вы пытаетесь мне объяснить, что чё, ты делаешь неправильно, так сделайте, блять, лучше. Кто же вас держит-то, ребят? Никогда не понимал этого и, наверное, не пойму. Ну и, конечно же, давайте поддержим малютку сатира, что он что-то пытается делать. Смотрите его точно так же, как и всех остальных наравне. Вот такой вот день был вчера, интересный, 7 февраля. Ребят, давайте относиться уважительно к тем, кто пытается делать для этой игры. Не просто, я не знаю, там, участвовать в каких-то боях вместе со всеми, а именно к тем людям, которые пытаются как-то двигать этот раздел и делать что-то интересное в этом разделе. Потому что ни один, наверное, из тех, кто просто смотрит видосики, не сделал для комьюнити этой игры абсолютно ничего. Давайте уважительно относиться к тому же самому сатиру, к тому же самому Мэдисону, к тому же самому Сафирону и к той же самой шине. Это новые люди в разделе, поддержите лучше их, нежели вы пытаетесь либо навариться, либо убить, либо еще что-то сделать. Это некрасиво. И вы всегда выступаете в роли пацанов с района, которые, типа, сказал, сделал вот этих вот всего. Так давайте тогда вы, как пацаны с района, уважительно начнете относиться к тем самым людям, которые делают для этой игры в сотни и в тысячи раз больше, чем любой из вас. Это был Мастер Чу. Такие мысли. Надеюсь, что этот ролик никого не обидел. Надеюсь, что этот ролик был для вас познавательный. Я полностью вам пересказал все, что происходило вчера на Твиче. Надеюсь, что эта тема вам понравилась. Кто захочет, пересматривайте стримы Мэдисона, Сатиры и всех остальных. Все это дело у них, скорее всего, останется в повторах, в клипах и так далее. Всем приятного просмотра. А Мастер Чу сегодня будет стримить Until Down. Залетайте на стрим. Буду рад вас всех видеть. Всем до новых встреч. Пока. Не забудь подписаться, поставить лайк. Ну, конечно же, комментируй, как ты сам со стороны, мой дорогой зритель, видишь всю эту ситуацию. Всем до новых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...